Добрый день, с вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Вы часто, особенно на некоторых аспектах, мне пишите, спрашиваете о символизме появления насекомых в нашей жизни, или назойливых родственников, или еще вот чего-то такого инородного. Кто-то, конечно, сразу высказывает свое авторитетное мнение, а вот я читала, но мы с вами будем разбираться, наша аудитория привыкла зреть в корень проблемы. Да, это видео вызовет резонанс и шок, впрочем, как и всегда, но сразу будем помнить, что в серединном мире, возьмем это за аксиому, события и сюжеты, лишь тень и следствие того, что происходит в тонких планах бытия, в тонких планах идей, там, где логосы. То есть, точно так же, как с появлением болезней, мы должны задавать вопрос себе, что предшествовало в наших мыслях и поступках, что еще могло стать причиной. Ведь появление инородных объектов – это лишь следствие. Поняв символизм и открывшись восприятию, мы получаем необходимый опыт, делаем выводы и спокойно закрываем сюжет. Да, безусловно, конечно, нам потребуется еще немного усилий и конкретно купленные волшебные средства в виде дихлофоса или фумигатора. Но это всего лишь инструменты, проявленные в нашем грубом мире, инструменты магического действия ведьмы. Однако, оно не состоится, если мы не поймем причину, не сможем открыться восприятию сигнала из тонких планов и исправить все сначала в тонких планах. То есть, именно там мы будем исправлять проблему. Но сначала нужно прочитать послание, иначе сюжет не завершится, а будет лишь усугубление проблемы. И бег по кругу, да, это касается и, еще раз, назойливых соседей, и родственников, и прочего, набежавшего, понаехавшего, вторгшегося. Только восхождение к смыслам выводит нас из поглощения сюжетом, из бега по кругу одних и тех же событий и втягивания в воронку, в дворопыта предлагаемых материей опытов. Но так можно быстро утерять сознание сотворца реальности и стать марионеткой, которой руководит грубое. До тех пор, пока мы соотносим себя лишь с миром яви, то есть материальными заботами, рутиной, обуславливающей наше бытие, мы обрекаем себя на созерцание теней и их бесконечный повтор. Да, кстати, это к слову о мифе, о пещере Платона. Я напомню, Платон предлагал представить себе прикованных людей в пещере, смотрящих на тени разных фигур и рассуждающих, предполагающих и не понимающих, что это лишь тени. То есть иллюзия, ареал у них находится за спиной, истинный свет вне пещеры, и именно только он развеивает иллюзию. Основная цель мифа о пещере – показать жизнь человека как обучение, как познание своих чувств, как одержимость телом, всем вот этим материальным, захватывающим сознанием. Выход из пещеры означает восхождение души в мир идей. И достигается это путем обучения мышления, мышления чистого от иллюзий и готового воспринять откровения. Платон, кстати, заканчивал свой миф вопросом о том, что же ждет человека, покинувшего пещеру и наблюдавшего истинное солнце. То есть кроме костра пещеры, свет которого ранее в пещере воспринимался как единственно возможный. Что случится, если он попытается потом вернуться и объяснить другим, оставшимся в пещере, что же на самом деле происходит за их спинами. То есть истинную правду. Такое откровение покажется невозможным. Более того, оно будет бесить. Вот именно слово бесить, прежде чем критиковать, надо вспомнить. Это действительно кажется безумием и все, возможно, закончится крахом. Кстати, Платон использовал эту метафору, намекая на судьбу Сократа, которого осудили и казнили в Афинах. А у нас сейчас практически 37-й год придвигается. Но не становитесь соучастниками. Актуален ли миф о пещере в наши дни? Конечно, да. Как сказал товарищ Соломон, сын царя Давида, что было, то и будет, что творилось, то и творится, и нет ничего нового под солнцем. Все в мире идет по заведенному кругу и возвращается на круги свои. И счастлив тот, кто умеет видеть добро и творит. Все остальное суета-сует. Стоит, кстати, задать себе вопрос о том, к какой группе вы принадлежите. К тем, которые в пещере наслаждаются игрой чудесных теней, или руководимых кукловодами скоморохов, или тех, кто видит реальную сущность происходящего, или хотя бы старается попытаться прозреть это. С помощью астрологии мы с вами стараемся философски прозреть суть вещей и получить ответы. Да, мы с вами большие молодцы. Кстати, очень рекомендую наш давний ролик «Смена или пересечение цивилизаций». Сейчас это более чем актуально. Итак, нам нужно с вами понять, что происходит в нетварном мире, в мире идей, и соотнести себя с высшими идеями, то есть теми, которые превышают обусловленность бренного мира, где от каждого из нас мало что зависит, хотя мы и стараемся вносить каждый свой кирпичик в мироздание. Но только в тонких планах происходит исправление и создание чего-то красивого. Включая осознанность, мы соприкасаемся с трансцендентным. И тогда нам открывается полный сюжет. После этого можно уже и стать режиссером, и стратегом, и сотворцом. Что же, давайте рассмотрим на примере насекомых, как работать с тонкими планами. Рассмотрим причины появления в наших домах непрошенных гостей, например, насекомых. Это мухи, комары, осы, моль, муравьи, саранча, пауки и так далее. В данном случае насекомые – это захватчики нашего жизненного пространства. Понятно, что отчасти это урок того, что надо отстаивать свою территорию, уделять ей внимание. Если, конечно, силы и воля не сломлены бытом и рутиной, а внутренний очаг творца давно стух, то, конечно, да, это будет тяжело. Там, где очаг не горит, таки заводятся тараканы. Именно те самые. Насекомые символизируют то, что наш внутренний высший храм, где живут алхимические король и королевы, захвачен, и очаг давно не горит, и никто о нем не заботится. Да, появились, как вариант, тараканы и захватили вот это сознание. Из тонких планов те тараканы проявились в обычных тараканах. То есть некие делишки, мыслишки без божественной вертикали и духовного наполнения, и жизненного огня захватили сознание хозяина храма. Творец спит литургическим сном. И, как говорится, кот из дома мыши в пляс, в дом проникли чужие. Это мы отслеживаем с вами всё, что сейчас говорится и на личном уровне, и на государственном. Когда творец ещё не совсем заснул, а ещё немного помнит о своём былом величии, но сквозь вот это сумеречное состояние уже ничего поделать не может, то он начинает злиться на себя от безысходности. Он начинает с себя что делать? Вампирить. Наказывать, как бы, да? Кусать. Насекомые чаще всего. Это вот этот психический вампиризм на самом-то деле. Да, так появляются комары. Заметьте, приходите вы в гости к человеку, который когда-то был красавец-мастер. Такой вот огонь. А сейчас неудел. Одинок и заброшен. И у вас вмиг начинают проявляться повсюду комары, клопы, блохи. В его пространстве. Да, каков символизм муравьёв в таком случае? В целом, муравейник – это однообразное, рутинное бытие. Пожирающее существующую радость, сладость жизни, творчество жизни, неординарность, свободу выбора. Это бесконечная работа за копейки. Демон-девы, кстати, бег по кругу. Тут нет мастера. Тут штамповщик-ремесленник, подчиняющийся чьей-то воле. Или даже тем же традициям. Но здесь человек утерян. Моль. Моль скажет про то, что вы себя сами уже давно обворовываете, объедаете, откладываете жизнь на потом, прокрастинация. Счастье жизни, как царь кощей, в сундуке запираете, и там оно превращается в труху. Всё, что от моли осталось. Моль – символ бренности, ветхости, тленности вот этого кощного бога, закостенелого, у которого красавица с пышной грудью и алыми устами, в кладовке на полке пылится и ждёт своего часа, но зря. С каждым днём Василиса Прекрасная и Премудрая одним мановением руки превращается в серую моль или Людмилу Прокофьевну. А мастер, кстати, скоро начнёт пить, болеть. Пьёт он, потому что он так самоутверждается с дружбанами. Может быть, начнёт ходить по любовницам, ибо они должны аплодировать при любом раскладе. А чуть позже он начнёт распускать руки, ибо кто духом слаб, у того скотина вопали. А всё почему? Потому что очага кузни и творца давно потух, остался тлен и прах, и моль, и таракан. Мухи. Вот ещё одни назойливые, мерзкие насекомые. Это назойливые мысли. Или назойливый образ жизни, кстати. То есть попытка подпитаться у кого-то энергией. Ну, это тоже вампиры, можно сказать. Мухи – предвестники болезни, усталости, печали и неуслышанности, нереализованности вот того самого мастера. Мухи показывают то, что кто-то тратит время на пустое жужжание, дребезжание в телефоне или с соседкой, или вот это вот листание бесполезных новостей где-то в ТикТоке. А мастер уже давным-давно забыл своё мастерство и кидается на что попало. Да, на вот это вот всякое нехорошее воняющее. Мухи показывают нашу информационную всеядность всего не совсем качественного в социальных сетях и новостях, но которая этим вот тем самым словом и является на самом-то деле. Надо срочно взять себя в руки и проявить силу воли. Мухи про бессмысленность бытия и легкомысленность, и ещё раз всеядность. Да. Пчёлы, которые залетают к нам в дом. Возможно, конечно, они показывают, напоминают о необходимости упорядочить свой образ жизни. Также символизм в том, что пчёлы соприкасаются с божественным нектаром, конечно, но не усваивают его, а поглощая, испражняются. То есть на вылет всё проходит. Возможно, кто-то и допущен к сакральным знаниям. Возможно, кто-то и попадает даже на этот канал, и даже на консультацию. Но всё проходит, как говорят в Одессе, мимо кассы. А осы в таком случае что-то жалит внутри. Что? Как правило, зависть. Жалят осы, значит, сложно ещё и переносить чужие подколы, критику. Ну, тоже как вариант. Саранча. Ненасытно пожирающая плоды нашей деятельности и не только. И не оставляющая после себя ничего. Напрашивается философский вопрос. А что мы оставляем после себя? Или у нас только потребительство? Не здрасте, не спасибо. А сделайте ещё разбор и вот про этого ещё добавьте. Саранча показывает нам нашу бесцеремонность, бестактность, неэтичность, несдержанность и наглость. А также, кстати, это стремление взять от жизни всё и сразу. А после меня хоть потоп. И плюнуть в чужой колодец. И моя хата с краю. А шон изъем то понаткусию. И это про растрату нами, нашего же времени. То есть неразумное ведение дел. Пускание всего на самотёк. Отсутствие самоконтроля и так далее. Жуки в целом. Колорадский жук, майский жук. Всё то же самое. И про труды без отдыха. И наслаждение жизнью. Делу время, потехе и час. Забыли. В таком случае, хорошо. Значит, нужно будет вспомнить диаграмму баланса. И протестировать себя по ней. Я её в нашем телеграмме на всякий случай ещё раз выложу. Пусть будет. Клопы. Про нездоровый образ жизни и бесконечный вампиризм. Ожидание и даже требование от окружающих и государства. Помощи, субсидий. Да. И на личном, и на государственном уровне. И причём неумение потом направить эту энергию в какое-то качественное русло. Сюда и торговля своими эмоциями и чувствами. Насекомые паразиты существуют за счёт остатков человеческой жизнедеятельности. Они питаются не просто объедками и нечистотами. Следует уяснить себе. Они селятся там, где грязно, духовно грязно и уязвимо. Понятно, что насекомые могут быть боевыми засланцами. Мы сейчас обсуждаем мирные варианты. Более того, даже эти засланцы проникают только в то тело, которое утратило иммунитет. Да. Наша неэтичная, невоздержанная потребительское существование с навязыванием всем своего образа и подобия и исключительно своих правильных эталонных лекал проявляется в мини-монстрах в виде насекомых. В частности, наши назойливые, грязные мысли проявляются мухами и тараканами. Все паразиты зеркалят нам нас же. И пока мы не поменяем своё мышление, они будут. Были и будут. Когда человек приходит в чужое пространство и начинает его метить своими замечаниями, требовать, чтобы его ещё и обслужили больше и качественнее. Да, как та старуха, которая потом урастанется у разбитого корыта, кстати, между прочим. На секундочку. Он же пуп земли, он же центр вселенной. Ему всё дозволено, то паразиты захватывают его же пространство, наглядно показывая ему зеркало. Да, про раковые все вот эти опухоли мы уже с вами говорили. Если паразиты не помогают увидеть, то на смену им приходят зелёные человечки и вирусы всевозможные, как я уже сказала. Это уже крайний вариант. А дальше? А дальше это уже стихийные бедствия. Итак, наша с вами задача перестать видеть только следствия. И говорить, это тараканы. Прекратить винить в своих несчастьях окружающих. Постараться прекратить вампирить энергию других, материальную, эмоциональную, стянание. Сюда тоже относятся вот этот драматизм показной в Фейсбуке, например. Перестать размножать в головах, иными словами. Взять себя в руки и постараться удерживаться от всего ранее перечисленного. И ещё, кстати, скажу пару слов. Вот эти грибки, змеи, кстати, тоже. Это подземные жители. Это гады. Они свидетельствуют о том, что мы допустили прорыв из инферна. Упустили вот этот момент. Астральный иммунитет и бронежилет просто-напросто пробиты. Нами же причём. Инфернальное просачивается таким образом. Оно питается страхами, завистью, гневом. Значит, им есть что есть. Есть что кушать. Есть что пить. А пир кто накрыл? На секундочку. И, кстати, в ком за внешней доброжелательностью прячутся Абаж и Анидак. Да, Серединный мир Королевства Кривых Зеркал. Но мы с вами умеем его прочитать. Это универсальный алфавит. И мы уже поняли, как им пользоваться. Даже на огороде у каждого вырастает именно то, чем лечить надо. Но нужно увидеть и признать. Значит, нам пора начать как-то уже радоваться жизни, петь песни. И раскочегаривать своего мастера. Да, смотреть свои астрологические карты. Что там у нас с духом и душой происходит. Да, если нам не нравятся внешние, то пора менять внутренние. Это закон. Мы всегда задаем себе вопрос. Что во мне проявилось во внешнем мире в виде того или иного существа или события? И, как говорят в Одессе, чтобы что? Надо задаться этим. И ответить самое важное. На этом мы закончим сегодня. Если кого-то обидело, прошу прощения. Но наш канал не угождает и не услаждает приятными раскладами для каждого знака зодиака. Мы не усыпляем, а пробуждаем. И этот канал снова и снова напоминает о необходимости соотнесения себя с высшими смыслами, превышающими нас. То есть нетварными, трансцендентными. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нравлики, вподобайки и делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше. На этом канале собралась на самом деле самая думающая и осознанная аудитория. Пусть у каждого, как шпаргалка, будет ролик про насекомых и про астромедицину. И делитесь этими роликами. Смотрите, конечно, и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в личку в Facebook. Будем вместе разбирать ваши натальные карты, вместе искать предназначения, исследовать кармические долги, искать сущностей и тараканов. Почитать наши разборы очень рекомендую в Instagram и в Telegram. Там у нас есть, кстати, и посуточные прогнозы, очень интересные. Скачивайте наш астрологический календарь на 2023 год. Скоро будет и на 2024. Скачивайте и календарь ингрессии планет до 2030 года. И будьте синхронны божественному плану. Ссылки вы найдете в описании к ролику. Будьте умничками, будьте сознательными. С верой в вас и любовью. Ваша Настя. Ваша Настя из Одессы. Как всегда. Субтитры создавал DimaTorzok